И в завершении выпуска последняя неделя марта оказалась богатой на спортивные события в Алдане. В чем там соревновались, расскажут наши корреспонденты. Последние выходные марта для Алданского района стали весьма богатыми на соревнования. Во всех спортзалах кипел азарт. В центре лыжной подготовки состоялся республиканский чемпионат по боксу, посвященный памяти Арсена Петрова. В течение четырех дней силами на ринге мерились спортсмены из городов Якутии и Дальнего Востока. Для развития этого вида спорта, как мы обычно постоянно делали в городе Якутске, потом приняли решение, что этот год можно провести все-таки в Алдане. Для популяризации, прежде всего, вида спорта. Теннис в Алданском районе, равно как и в Якутии, не является массовым. Однако увлеченность в этом виде спорта кратковременной и несерьезной не бывает. На теннисном корте прошли завершающие в зимнем сезоне игры. В поединке сошлись 10 пар. Это теннисисты-любители из Алдана и Якутска. Нельзя сказать, что теннис очень популярный у нас вид спорта. Но отрадно, что в Алдане этот вид спорта поддерживается. Играют дети, взрослые. Но сейчас в республике играют только в городе Якутске и в городе Алдане. Жарко было и в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург». Здесь состоялись соревнования Кубка дружбы по волейболу среди женщин. За первенство боролись 6 команд. Это волейболистки из Алданского района, Нерингри и Алёпминска. Инициаторами проведения дружественных соревнований стали Алданки. Посмотрели на наших мужчин и тоже захотели такой же кубок провести у нас. У них называется Кубок золотого Алдана, у нас Кубок дружбы. Вот пригласили именно женские команды. Соревнования на Кубок дружбы по волейболу среди женщин в Алдане проводились во второй раз. Дружественный чемпионат имеет все шансы стать традиционным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдан. Продолжение следует...